балансер ты пьян балансер иди проспись вот примерно это все праздники мне хотелось сказать потому что то что творилось в рандоме но это просто забей это сливы одни сливы и сливы всем привет сегодня я буду ныть по поводу балансера если кто не знает что такое балансер это хрень которая собственно составляет команды кто в вашей команде будет играть и кто будет играть в команде противника так вот то что творилось на эти праздники никак по-другому нельзя описать как то что не только часть игроков была пьяная но и балансер в том числе потому что ну таких серий поражений от которых просто ну даже у меня руки опускались но у меня не было наверно никогда значит захожу я в этот бой смотрю на нашу команду и замечаю то что помимо нас троих изиков есть еще два агэшника среди которых тот самый теку которого я думаю вы знаете я с ним уже стримил и я думаю ну казалось бы что может пойти не так наконец-таки вот она долгожданная победа после серии сливов которая хоть как-то меня ободрит причем эта хрень творилась не только у меня то есть я у остальных тоже поспрашивал у кого остатка ну там 60 процентов плюс побед у всех такая фигня все просто за эти дни послевали 2 а то и там 12 то и 3 процента побед общего то есть ну это просто какая-то жесть и в итоге потом когда я уже начал смотреть дома ну как так получается вообще почему почему я постоянно проигрываю неважно сколько я набиваю ну там в случаях только мы побеждали ну вот реально мы побеждали когда взводом наносили ну примерно убивали там фрагов 10 делали и я там 8к дамаги делал вот примерно вот в этих случаях мы побеждали во всех остальных случаях мы просто сливали я думал почему так происходит ну как так в итоге потом через несколько боев я начал залазить после матчевую статистику и смотреть теперь-то можно смотреть статистику игроков но если они конечно ее не закрыли кто же в моей команде был и фишка в том что реально баланс работал так балансер то что ну как бы если в команде есть я значит нужно мне накидать 40 процентных игроков а в противоположную команду нужно поставить всех 50 плюс и это реально так и было ни один бой подряд я открывал статистику после игры и просто офигевал с какого хрена это что за новое унижение статистов это но просто у меня спроса слов не было я говорю даже после того ну после таких игр даже у меня просто ну пропадала желание выходить в бой потому что но ты уже выходил бой и такой думаешь ну ничего ну ладно но постреляю я ну результат то будет один в этом бою у меня уже просто был предел ну меня просто так уже кипела потому что мало того что постоянно эти сливы а когда я еще и с теми с кем ты играешь нифига тебе не помогают нормально не прикрывают меня вот в этом бою меня просто выбесил абрамс грёбаный абрамс который вылазил и постоянно безнаказанно давал мне плюхи хотя блин вроде как мой совзводник там стоял меня вот этот факт вообще просто так выбесил думаю ну как так и так блин тут стараешься кое-как там блин тащишь тебе она просто бесплатно без засвета с той стороны откуда вроде бы стоит совзводник были ну как так я просто весь бой орал грёбаного абрамса да как-нибудь вы можете заняться этим абрамсом чтобы он меня не расстреливал здесь еще такая поляна где то тем более или менее можешь скрыться где-то нифига тут блин из-под моста выезжает надо по ним стрелять а я не могу нормально стрелять потому что блин меня нифига не прикрывает вообще ни с какой стороны меня со всех сторон может прилететь с под моста с центра с другого фланга потому что все мы все уже слили абсолютно все мы остались в центре вот это скучковались и стоим ждем пока нас со всех сторон расстреляют после этого боя мы стеку списываемся и он тоже он просто в ужасе он просто не понимает вообще что происходит как надо играть для того чтобы выигрывать постоянно сливы слив на сливе и я тоже самое я ему пишу я горит и не поверишь я говорю я не знаю как надо играть для того чтобы выигрывать просто хотя бы выигрывать хоть иногда вот перед этим боем у нас было подряд я не знаю штук шесть или семь поражений то есть но я не знаю конечно для кого-то это может нормально но для меня это абсолютно не нормально у меня никогда не было таких серий слива потому что ну это уже было получается какое-то не за 7 или 8 поражение подряд и неважно сколько я набивал урона много но если мало то тут вообще просто очевидно что это все если если я там или в совзводники быстренько там где-нибудь встревали сливались то это спрос вообще-то это за три-четыре минуты слив был обычно примерно это было так вот объясните мне может быть я тупой вот как вот в этом окружении вот бмд-4 она просто ездить по центру в городе есть три танка абрам стоит на мосту я сверху т-80 у нас на базе на горке стоит и при этом бмд-4 просто катать т-80 под мостом в конце концов есть и при этом бмд просто катается его никто не может убить куда все смотрят я просто я не понимал вообще что происходит абрамса понятное дело сливают все тут уже без вариантов т-80 грёбаный т-80 который стоял на базе на горе и тот сливается меня это уже просто выкаливает я выезжаю просто в наглую на бмд-4 потому что вот такие покатушки посередине базы но это вообще уже не нормально естественно летит стенгрей который я думаю ну хотя бы сейчас ему последний шот даю и что вы думаете грёбаный абрамс за спиной у моего совзводника выезжает и просто добивает они вдвоем стоят у них вдвоем сзади танк стоит вот он в абрамс развернитесь убейте хотя бы его на что мне совзводник конечно начал говорить что его контролили с горки с гор на горке стоял один грёбаный какой-то аутист на челленджеры который весь бой там простоял и стрелял фугасами да хер на него выйдите вы добейте абрамса нет вот смотри как мы просто жопой танкуем абрамс убил меня который был хрен те знать где на базе и просто в жопу разобрал еще и этих двоих я просто не понимал как как вообще так можно играть при этом но теку тут уже просто весь покоцаны стенгрей фуловый я не знаю как у него получилось так что он фуловый еще и катался но они хотя бы вдвоем тут уже отбивались до последнего причем останьте я в живых хотя бы я был еще там мы бы сто процентов этот бой затащили если бы хоть кто-то грёбаного этого абрамса законтролил иногда некоторые люди не понимают что нужно сделать определенные какие-то жертвы для того чтобы выиграть весь бой из-за этого просто всех все боятся все боятся не ну как я буду туда выезжать там меня контролят да просто-напросто все просто вот с абрамсом две ситуации первая ситуация мы уже видели ее абрамс просто-напросто в конце концов раза убил меня и разобрал эти два танка которые рядом с ним были леопарда нашего и т-80 то есть в итоге они умерли в ситуация вторая они выезжают получают какой-то урон от этого абрамса и хер с ним там с этого с этого челленджера тем более если он фугасами стрелял сколько он то нанесет урона но забирают абрамса и также оттуда уезжают и все это как минимум экономит мою жизнь и вполне возможно что если бы даже они там слились предположим об этого абрамса но по крайней мере хотя бы они сэкономили хотя бы мою жизнь а в идеале там в принципе но два танка выехали дали по залпу поэтому абрамса убили и закатились все все просто у челленджер обзора нету как только вы убиваете абрамса он пропадает из обзора и все и вы невидимости становитесь он пару выстрелов вам догонку даст и все и все и вы возвращаетесь дефить те кто едет под мостом но некоторые люди не знаю почему то они боятся некоторых случаях когда нужно делать ну очевидные вещи нужно очевидно кого-то выехать просто жертву ахп забрать нет они стоят потому что как я туда поеду а мне там домашку дадут и в итоге пожалуйста выезжает челленджер который просто весь бой простоял на базе у которого было в конце боя там по моему 1000 урона в лучшем случае то есть мы по большому счету играли даже не против 15 человек против 14 и мы все равно сливаем но одно меня все-таки более или менее успокаивает то что сейчас вроде как ситуация начала налаживаться и у меня вот я буквально вчера сегодня выходил и по крайней мере ну нормально там победа поражение победа поражения то есть более или менее хотя бы все это выровнялось не так как это было вот в эти дни праздничные я надеюсь что ситуация в этом плане будет только улучшаться но с вами был чавес не забывайте поставить лайк и подписаться на канал до новых встреч пока пока